Друзья, рада приветствовать вас на моем канале Фея Цветов Екатерина. Сегодня у нас герой дня, румора одиантовидная, папоротник семейства Щитовниковых. Его еще называют Железный Папоротник и используют в композициях для цветов, вместе с цветами в букетах. Он очень долго, его ваечки сохраняют красивый вид, засыхают в таком же виде и долго держат декоративность. Папоротник необыкновенно красивый, в природе его ваи достигают метра, но у меня он где-то максимально пока 40 сантиметров ваечки. Сделящееся у него корневище. Сейчас покажу. Вот оно вот так вот растет, ползущее. Но папоротник частично эпифитный. То есть он может расти на возвышениях, на деревьях, поэтому он спокойно относится к просушке грунта, не боится. При этом у него невероятно красивые, блестящие на свету ваи. Ну вот на камеру попробую сейчас показать, как они переливаются. Ну не видно, просто зелень. Но они у него прям переливаются. Так, как же показать? Где бы увидеть этот момент? Прям переливами. Вот, вот чуть-чуть получилось. Вот, смотрите. Вот он вот так вот в жизни переливается. Они у него ваечки. Такой эффект. Папоротник невероятно красивый. Ваи у него плотные. В отличие от одиантума. Голландский ботаник Карл Людвиг Блюме дал вообще этому названию изначально Арахноидес или Арахноидес. Это уж я точно не могу сказать. Но по современной систематике он сейчас называется Роморой. Именно вот это этот сорт Ромора одиантовидная. Есть еще Роморы варигантные. Тоже очень красивые. Растет он у меня в грунте легком. В природе он предпочитает как и все в принципе папоротники, листовой опад, корову, что-то легкое. Вот он у меня приблизительно в таком и растет. Ну в принципе как и все мои растения. Кто смотрел мои ранние видео, вы знаете в какой грунт я сажаю. Здесь у меня кора. Большая наверное часть. Верховой торф. Немножко. мох сухой, перетертый. Вот так, что еще. Здесь перлит я добавляю, но здесь перлита немного. Есть немножечко вермикулита. Ну вот основное это кора. Очень воздушный грунт. Полив. Он любит обильный. Но естественно не залив. Никакие растения залив не любят. Кроме тех, которые на болотах растут. И даже они не очень-то любят залив. На самом деле, если честно сказать. Вот. Но с просушками. То есть я его просушиваю. Но этот грунт не дает просохнуть полностью-полностью. Поэтому просушиваю его вот верхний слой. Когда я чувствую, что уже прям легкий становится горшочек. Сейчас он политый. И грунт становится сейчас он темный. А грунт становится прям серый и такой светленький. И тогда я его хорошенечко поливаю. Освещение он особо не требовательный. Он у меня рос под слабыми лампочками. Сейчас чуть поярче лампочки. Но в силу того, что может быть он рост набрал, он стал давать вот эти большущие красивые ваи. Вот. Такой красотон. Какие вопросы будут у вас еще задавайте. Кто видел мои обзоры, пишите, пожалуйста, про какое растение вы хотели бы узнать больше. А насчет подкормок. Подкармливаю я растения свои не часто, потому что я их забываю подкармливать. И, кстати, вот этот папоротник я довольно часто переваливаю. У него очень быстро наращивается корневище. Поэтому, когда я меняю грунт, то тоже особо не подкармливаю. Нет в этом необходимости. В свежем грунте он получает все, что ему нужно. Ну, правда, необыкновенные красоты. Очень ажурный, воздушный. При этом совершенно неприхотливый, нетребовательный. Прелесть какая. Все, друзья. Какие вопросы остались, пишите в комментариях. Буду отвечать. Вот, а на этом прекрасном моменте я заканчиваю. Прощаюсь с вами. Всего доброго, всего хорошего, светлого. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин